Всем привет, добро пожаловать на мой канал, сегодня у нас будет видео о фаворитах. И первый мой фаворит это экспресс средство для снятия макияжа с глаз. Очень удобный объем, маленький конечно, но уже не так часто делаем макияж. Снимает абсолютно любой макияж, там какие-то несмываемые тени, там еще что-то, лайнеры на глазах или как это называется, стрелки всякие, глиттеры. У нас смывает все, но есть один минус этого средства, это то, что стоит 600 рублей. На официальном сайте 600 рублей, если вы вдруг где-то найдете дешевле, то вы сообщите мне, пожалуйста, в личное сообщение, и я бы рада купить еще один пузырек, но подешевле. Далее это помада, которую мне подарила Олеся, мне она очень все-таки понравилась, подошла от такого оттенка, а-ля, как сказать, а-ля консилер. Но в жизни выглядит не так темно, как на видео, но очень классно. Ложится на губы и вообще не сушит, просто потрясающе, хоть и матовая, но она не сушит вообще абсолютно никак. То есть это просто невероятная вещь, постоянно пользуюсь, то есть шут скоро закончится. Следующее, это то, что я вам показывала, кажется, во влоге. Блеск для губ призм из улыбки радуги, да, я до конца так не открыла, но все равно я ей пользуюсь, но при этом я не ношу это на губы, я наношу это на веки. Ну, мы люди интересные, потому что на губы смысла носить нет, потому что все люди сейчас в масках ходят, я по 16 часов в этой маске хожу, а вот на веки очень даже красиво смотрится. Так что, да, спасибо большое, Луке, радуйтесь от скидки. Далее, палетка, которую я вещала, вам рассказывала и показывала. Она действительно нереально крутая, здесь многочисленное количество цветов, разные оттенки, и при этом она очень хорошо, так сказать, лежит, сидит на глазах, лежит, наверное, но максимально рассыпчатая, но при этом держится хорошо. Это большой плюс, и, к сожалению, ее уже нет в продаже, по крайней мере, я не видела, но буду надеяться, что я ее еще раз куплю, но уже кому-нибудь в подарок, кому-нибудь в подарок, кому-нибудь в подарок, что-то яркое, что-то интересное в своей жизни, поэтому да. И аллергия я носила, ну, или будем так сказать, носила этот глиттер на глазах по 16 часов и более, и на протяжении нескольких дней, и ничего не вызвало. То есть покраснения глаз не было, там раздражение как от некачественной косметики, прям совсем, совсем косметики плохой не было, так что неплохо, можно попробовать. Следующий фаворит это гидрогелевый патч, который подарил мне Олеся, спасибо большое. Они реально классные, и это, кстати, еще одна новая пачка, которую все-таки нашла, где купить, продается у них в пятерочке, косметика в пятерочке. Но они реально крутые, то есть там есть разные цвета. Цвета на картинке соответствуют цвету жизни, поэтому смело берите, правда, их максимально мало, всего лишь три пары, но при этом поехать куда-нибудь удобно. Я, кстати, планирую уже себе поездки, я надеюсь, что не будет опять закрытия границ, закрытия всего, и я бы хотела съездить, если бы все-таки соберусь, и все будет хорошо, и ехать куплю с собой обязательно. Также не вызывает аллергии, несмотря на то, что это вроде как, а это вроде Корея, или Китай, не помню. Я не вижу даже. Китай, это Китай. Несмотря на то, что это Китай, не вызывает аллергии. Знаете, некоторые пачки, когда покупаете китайские, они вызывают здесь полное жжение, раздражение, все становится красно, прям горит. С этим вот такого нет, то есть, лайк. Следующий мой фаворит, учитывая, что у нас погода под минус 20, минус 15, минус 32, ужас какой. Мой фаворит это этот крем. Стандартный крем, который сейчас где-то в акции за 130 рублей, то есть обычный крем, который вроде бы, ну, мама там чья-то когда-то пользовалась, сын когда-то был маленький, пешком под стол ходил. Но этот крем настолько густой и настолько супер увлажняющий, что он спасает абсолютно от сухости рук, от сухости лица, даже на губы можно помазать. То есть, это просто находка. Если бы еще была такая находка для волос что-то, ну, было бы неплохо. Кстати, я вам показывала бальзам и шампунь Арктика. Я нашла маску, ее очень мало. Ну, я не знаю, у меня просто очень много, видимо, волос, как вы видите. Очень густые, трудно их промыть одним тюбиком. Одного тюбика мне надолго не хватит, точно. Но она безумно крутая, так что будете в Магнит Косметик обязательно купите. Очень классная вещь. И цена маски около 100 рублей. То есть, там Арктик, вот эта коллекция, в основном, по 100 рублей. Может, мы бы не просто так везем. Следующая. Масочки, масочки. Абсолютный фаворит, неизменная вот эта маска, которая стоит не больше 100 рублей. Я уже не помню. Просто нереально крутая. Яркая, классная, вкусно пахнет. И хочется наносить ее вновь и вновь. Главное, чтобы на одежду вам не попало. Литл Девил. В общем, интересный дизайн. Я все-таки испробовала на себе эту маску. 55 рублей, фикс прайс. Спасибо. Крутая маска. Там, кстати, появились альбинатные, кажется, маски. Вновь я так сейчас никак не могу купить. Потому что я не вижу. Рекала у этой маски 9 из 10. Эссенции довольно-таки достаточно. Так что раздражение ничего, никаких покалывающих. Там, моментов в жизни не вызывает. То есть, можно брать, можно брать кому-то в подарок. Далее. Вот эта маска, которая стоит в жизни. Ну, по скидке, в магнит косметика, она стоит где-то 89 рублей. Без скидки около 170-180. Честно, берите только по скидке. Но она нереально крутая. Она очень качественная. Мне достаточно много эссенции. Я все никак не могу про нее отзыв написать. Но, смотрите, один момент есть. Если вы не пользуетесь вообще макияжем, собираетесь на какую-то вечеринку, эта маска для вас. Потому что как в серебристом варианте, так и в золотом варианте. Она, написано тут, мерцающая. Она реально мерцающая. Там малюсенькие частички. Вы знаете, когда макияж делаете, а маникюр делаете, втирку вот эту вот используете. Вот эта втирка как будто там и есть. То есть, после снятия маски, она выглядит обычной тканью, ничего такого, беленькая, все на мази, так скажем. Но, когда вы ее снимаете, у вас все лицо сверкает. То есть, имейте в виду, и эти блестки даже порой бывает трудно смыть, чтобы наложить новый макияж. Можно, например, сверху классить макияж, наложить. Такое слово. В общем, будьте внимательны, будьте аккуратны, иначе выйдете на солнышко. Все выясните, как вампир. И вот такая вот маска. Все виды этой маски, все из серии Эльза, 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 Эльза. В общем, с этим поросяшкой все масочки, все абсолютный фаворит. У меня осталось их немного, но в который раз я уже вам это советую купить. Ну, купите вы уже ее, она офигенная. Далее, мой фаворит это вот эта вот штуковина, которая реально работает. За 200, за 300 рублей я бы ее не купила, но вот за 50, за 30 рублей. Просто, как вы видите, нереально крутая вещь с тремя режимами. Батарейки тут еле достала, конечно, их. Очень было у меня трудно их найти. Экспрайс. Экспрайс выручает. Это у меня поколи, очень. Вот. В общем, будете видеть это на скидке, кто-либо делать фотки, видео, качественные, либо в темное время. Так что уберите обязательно брейшечку. Экспрайс? Нет, не фейкспрайс. Алиэкспрайс можно брать. А так за 300 рублей это довольно стоит. Следующее. Вкусняшки. У меня не сохранилась упаковка. Я лошара. У меня не сохранилась упаковка. Это что-то среднее между суфле и маршмелло. Вот такие банантики. За рублей 70-80 в пятерочке. Честно, я не могу найти упаковку. Но они нереально классные. Да. Они классные, они дешевые. Их можно с чайком, можно с кофейком. Почему бы и нет. Конечно, химозы-химозы, но на один даст можно. Далее. Я сейчас думаю, что у меня там дверь открылась. Мне шпаку стало. Я немножко напугалась. Далее. Опять фейкспрайс. Фейкспрайс просто выручает в это трудное для нас время. И просто вау. Вот такой вот напиток. Мать-ча. Оно стоит 99 рублей. Нормят копеек. Офигенный вкус. Для тех, кто любит мать-ча, я думаю, вам понравится. Но это добротная вещь. Это уже не помню, какая по счету у меня пачка. Сейчас показать. Там все находится в отдельных... Что такое? В отдельных саше. В отдельных упаковочках. То есть удобно брать с собой. Не обязательно брать там целую пачку. В такой коробке за... Ну давайте я так углим. За 100 рублей 8 саше. Вот так оно все выглядит. Действовать нужно исключительно по инструкции, чтобы это все заварить. То есть напитка... Вот столько порошочка. Исключительно по инструкции. Если вы сделаете не по инструкции, например, вот кружка, вот вы целиком нальете водой и засыпаете туда сам напиток и размешаете, у вас получится просто вода. Поэтому нужно хотя бы половинку. Там где-то 70 мл. 80-80 мл. Чтобы было воды, кипяточка. Можно кипяточек, можно холодную. Вот я использую такой кипяточек. Заваривайте, хорошо перемешивайте и наслаждайтесь. Для тех, кто не знает, что такое матчо, вообще я не пробовала матч, матчо, на вкус это немножко такое травяное, но приятное. Похоже, знаете, на сладкий чай, зеленый, такой прям реально зеленый чай. не пыль какая-нибудь настоящая, с молоком и немножко такой, да, сахарно-сладкий, зеленый чай с молоком. Вот такой вкус. Мне очень понравилось. Я, правда, не так часто его пью, но это просто и находка для меня. И последнее, это Green Milk, которое стало довольно-таки популярно сейчас абсолютно во всех магазинах, по крайней мере, в Магните точно, где-то 100 рублей, плюс-минус сколько-то еще. Вот. Отличная альтернатива для Альпра, которая стоит под 300 рублей, которую я безумно люблю, или там еще под какое-нибудь соевое молоко. Но неплохо. Не дурно. За такой объем и, в принципе, довольно-таки неплохо. Я пытаюсь найти, откуда это. Конечно, и так. Пью практически каждый день. Правда, в кофе, либо в чай еще не добавляла, но при этом пить вместо молока, варить, сделать коктейль, мороженое добавлять, хлопья, блины, выпечку, кофе и чай. То есть, это можно добавлять. Сделано по итальянским технологиям. А вот откуда это, неизвестно. Не пишу. И не пишу, если памятна. В общем, классная вещь. Советую тем, кто любит свою молоку. Вот. Как-то так. Вот такие у меня были фавориты на этот день. Я надеюсь, вам понравилось это видео хоть немножко. И вы рады видеть это лицо, это харизматичный фейс. И да, завтра мне на работу, послезавтра мне на работу. Так что время, особо влог снимать не о чем. Но я постараюсь что-то придумать, что-то собрать потихонечку. Желаю вам отличных выходных, проведите их с пользой. Просто чирьте дома и все, играйте в игрушки. Совет от меня. И одевайтесь теплее. Те, кто живут в моей области и чуть подальше, я уверена, что у вас метет снег. Максимально холодно, максимально скользко. Постарайтесь не купать и уберите перчатки. Всем пока. Смайл Мо улыбайтесь больше.